засаженные бесконечными плантациями мандариновых, апельсиновых и оливковых деревьев. В Сан-Франциско мы въехали уже почти ночью. В Америке зимой рано темнеет. Панорама светящегося города, который возник перед нами как призрак, как только мы въехали на Оклендридж, заставила проснуться утомленных дорогой студентов. Ой, суперкарава! В гостинице молодого дирижера ждал сюрприз. Продюсерская компания INJ Artists, которая занималась гастролями оркестра в Америке, поздравляла Каната Амарова с первым концертом в Америке. Дорогой мистер Амаров, добро пожаловать в Холиде и принадлежно в Голден Пейпо. Жизнь музыкантов на гастролях напоминает жизнь кочевников. Вот только коней заменил автобус. Здесь жизнь печет своим чередом. Дорогой мистер Амаров, добро пожаловать в Голден Пейпо. Не думай пиано. Дорогой мистер Амаров, добро пожаловать в Голден Пейпо. Рожок поярче, а все остальные остаются на одной динамике. Только флейта идет крещенда. Хорошо? Рожок поярче, а все остальные 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 ост Это такой этап развития нашего государства. Конечно, это позиция президента. Конечно, это позиция молодой страны, которая заявляет о себе миру неординарно. У всех есть проблемы. А про Казахстан еще чаще и чаще говорят, что он успешный в это время. Он умудряется делать успех. Это не только в сфере культуры, это во всех сферах. Но вот такие проекты, они на деле чувствуют, что они посланцы Казахстана. Они чувствуют, что они не просто каждый за себя. Они выступают от имени Казахстана, что на них смотрят, как на казахстанцев. Для нашей страны, для нашего общества это особый важный момент. И для нас это была на самом деле большая честь. Мы очень рады, что этот проект состоялся, несмотря на то, что сейчас время достаточно было трудное. Город, раскинувшийся на холмах, со своей необычной архитектурой, архаичными трамвайчиками, мостом, золотые ворота и знаменитой тюрьмой только трасс, из которой, как утверждают, никто еще не смог совершить побег, оставили необыкновенно теплое впечатление. Но только впечатление, потому что времени на осмотр достопримечательностей практически не было. На следующий день после прибытия оркестр выехал на репетицию в университетский городок Бёркли, где вечером состоится концерт. Университетский городок Бёркли, где на территории в 5 квадратных километров проживает около 2000 студентов-аспирантов и преподавателей, имеет еще и самый старый кампус в системе кальфорнийских университетов. Здесь есть все для учебы и развлечений. И здесь царит удивительная атмосфера свободы и творчества, характерная для старинных западных университетов. Концертный зал Целлерпах, который обладает идеальной акустикой, является одним из центров культурной жизни городка. Здесь ежедневно проходят самые разнообразные концерты, вызывающие мгновенный отклик в университетской среде. Готовясь к этому проекту, руководство консерватории предприняло рискованный эксперимент. Вся подготовка гастрольной программы легла на плечи молодого дирижера, магистранта консерватории Каната Амарова. Ему всего лишь 21 год, но у него очень хороший контакт с оркестром. Музыканты понимают его с полуслова, а он очень доверяет им. Хорошие оркестры, которые играют хорошо. Все упоминут, как надо, как положено. Но еще есть оркестры лучшие. Лучшие отличаются тем, что они не только играют в крышок, а играют с удовольствием, от души, от сердца, истинно, вот отсутствие. И, ребята, хочу вам сказать спасибо вам огромное за ваши руки и за вашу работу. И я думаю, что наш оркестр и вы – самый лучший оркестр. Спасибо вам. Перед гастролями к работе подключился Кристоф Мангу, французский дирижер, который уже много лет работает в консерватории. Они с Канатом разделили программу и весь гастрольный тур вынесли на своих плечах. Я не думаю, что мы потеряли время, работая вместе. До приезда в Алматы я думал, что мне нужно будет больше времени для работы с оркестром.